итак всем привет сегодня я попробую сделать видео в двух вариантах это с комментариями и без комментариев самому конечно мне нравится смотреть другие видео это с комментариями но может кому-то допустим кто не знает русского языка он бы посмотрел на лучше без комментариев поэтому попытаюсь сохранить это видео в двух вариантах и так играем карта без денег ну кроме конечно нефтяных вышек накладывает свой отпечаток конечно игры играя это гуджин в паре с клаудио мастером с ним мы давно играем хоть и говорим на разных языках но в принципе довольно сносно понимаем друг друга в играх мы по скайпу не разговариваем потому что опять же мы говорим на разных языках нас тупо получаются какие-то задержки в разговоре вот мой подрывник не добежал клаудио мастер тут своей машинкой что-то пытается накуролесить тоже у него не получается первоначальный заезд забег был отфильтрован ну давайте немного промотаем вперед сразу хочу сказать получилась игра очень и очень интересная неожиданная здесь конечно прилетела прилетел трактор давить его захватить захватчиков чтобы не дать захватить вышки конечно как-то не умело получилось но папеона это сделать оба захватчика захватили свои вышки ракетчиков высадил папе он чтобы нанести урон трактору здесь значит я готовлю подрывников на техничках клаудио мастер привез сюда свой трактор тьфу трактор дракон ну конечно же папеону пока нечем с ним бороться так мои технички поехали дракон тут не договорил сейчас сожгет обе вышки да его цель завершена миссия мои подрывники приехали я увидел конечно же аэродром и можно посмотреть что я увидел и вертолет и лычкованную пехоту сразу до установил маяк что helix с минуты на минуту появится где-то на наших просторах наш helix вернулся даже домой я думал погибнет там в общем в игре в самой мне некогда было следить что там творит клаудио мастер только потом я увидел что у него helix ремонтируется на аэродроме ну естественно уже ждал пехотного helix который на летит уже в моем направлении видит он мои четверенки сносит их не поперхнувшись тут я решаю отменить постройку дворца мне это дело не удалось понимаю что с вертолетом мне не справиться с пехотным ставлю маяк дабы попросить помощи у клаудио мастера что-то у меня в тоннеле тут было сейчас она выскочит ничего не было не выскочила высаживается пехота тут я понимаю что обеим моим вышкам наш там настал нежданный негаданный привет конечно же helix выгрузил все что вес с собой я пытаюсь тут отвлечь от моих вышек всех кто был helix у меня это не получается вышка была снесена ну и вторую вышку конечно же джарман отвлекся не стал вторую вышку добивать и она выжила здесь залет от папиона был снесен аэродром и я не вижу тракторов вот в чем прелесть этой игры у моего союзника у китайца не осталось тракторов но на этом игра далеко не заканчивается тут уже клаудио мастер опустил руки вот у него еще вертолет куда-то летит что-то везет а так наверно еще одну зажигалку уже на территорию на территорию джармена джарман предусмотрительно лет папион повесил сюда свой вертолет чтобы он ремонтировался и так прилетела зажигалка от клаудио мастера до зажигалка ну конечно же зря она отвлеклась надо было сразу сейчас конечно ей уже не дадут сжечь ну и в общем у клаудио мастера остались вышки военный завод казарма и нету тракторов он уже тут я так понял по игре по его спустившему спустившему на наплыву я им ставлю маяк что вот тебе трактор пишу ему этот трактор для тебя иди забери его не он что-то конечно же он на маяке реагирует быстро и четко но тут что-то за этим трактором конечно же я очень беспокоился что его сейчас просто либо helix либо ну тот же вот вертушка тут есть но я не знал что тут есть но я очень беспокоился что этот трактор сейчас уйдет в историю как мы видим я ставлю второй маяк потому что вся пехота была отозвана в непонятном для меня направлении у меня рабы есть у меня есть одна вышка а вот у клаудио мастера нету тракторов тут он увидел свою ошибку ну как зря убрал конечно оставил бы тут его для подстраховки и все равно опять этот ракетчику не устал я ставлю третий маяк что там трактор клауди иди забираю его это сам на подстраховку послал я джармана кела ну конечно же по деньгам чем этом 1400 у клауди 1600 джармана 2000 ну конечно клава этот джарман тут очень осторожно сыграл даже через чур осторожно вот он грузит зажигалку этого я не увидел ну естественно этого мы не видели вот она летит это зажигалка у клаудио мастера начала атаковать оборона вертолет он на это не обратил внимание очень даже жаль когда я увидел что там выехала зажигалка было конечно уже очень не очень поздно ставлю этот фальшивый рынок понимаю что спасти нефтяную вышку уже у меня не получится фальшивый рынок ставлю с тем расчетом что если все продать можно его будет купить на него апгрейд до целого функционирующего здания клаудио мастер ставит командный центр конечно этого я не понял но он боится наверно за последний вновь приобретенный трактор по деньгам конечно я бы на его месте чего-нибудь поставил там казарму или реактор начал развиваться да я продаю здание смотрю сколько мне хватит денег одного здания мне хватило чтобы купить улучшение на фальшивый черный рынок но сам я конечно остался с одним ярмин калом и вновь приобретенный точнее помененный зажигалкой танком драгоном на свою вышку ну конечно тут мы уже видим выезжает тяжелая артиллерия со стороны джармана ставлю я маяк но поздно один удар два танка были снесены на которые очень нужны до боюсь я потерять жармана все-таки стоит он не дешево не увидел я тут что-то зажигалку сразу стоит не договорил я стоит жарма не дешево заказать нового у меня просто нету денег ну и конечно же джармана в этой ситуации надо было понаглению смелее действует посмелее что-то он боялся тут еле-еле выползал гладио мастер строит новый военный завод тоже на этом этапе игры непонятно для чего я сижу без денег без юнитов так как таковых он нет бы поставить там хотя бы те же гатлинги на помощь взял строя зачем-то военный завод я тут как могу защищая свою территорию конечно это у меня слабо получается против пехотного генерала джарман конечно плохо тут регулирует своими войсками эту пушку мог бы давно перевести хотя бы в какой-то в этот район стрелять чтобы она хоть на мозги нам давила а так конечно она стоит куда-то стреляет непонятно с той стороны никого уже давно нету на моем джармане уже две лычки стреляет он как с автомата со снайперской винтовки и конечно очень не хотелось его потерять вот чего джарман делал он делал нового хеликса поэтому он не особо видимо управлял или просто хотел разбить этот грибок в центре чтобы он ему не мешал так как мы можем его занимать я уже боюсь мигов что они сожгут мне последний черный рынок строю фальшивые черные рынки для отвлечения внимания насколько я помню по игре сейчас уже не четко помню почему либо просто я их отстраивал для денег но я думаю чтобы запутать противника я строил фальшивые черные рынки ну конечно напряжение тут оставалось потому что боевых юнитов мало кладио мастер вообще непонятно чем занимается на мой взгляд сделал двух рапторов куда он этими рапторами хочет лететь чем мы видим я зачем-то маяк а я маяк поставил чтобы аванпосты ломал рапторами а я их расстреливал всю начинку что из них вывалится аванпостов я тут не нашел я думал погуляю сейчас аванпосты стрелять по мне начнут засветиться ну и джарман полетел вертолетом на вертолете сделан бункер сидят в нем полный набор всяких китайских молодцев рапторы летают не видят приближающейся угрозы хеликс попросту их сейчас расстреляет как я и сказал на китайские молодцы их просто расстреляли тут я увидел этот хеликс еще наверно здесь увидел когда по моей территории летел хотел из этой норки вынырнуть где у меня ярман наверное гуляет еще вот ярман своим ходом идет не ожидал я конечно что так быстро хеликс упадет я думал будет все намного серьезнее продал здесь каркас точнее фальшивый черный рынок думал будет серьезная атака на хеликс как-то лег очень даже смирно ну в общем как мы видим что развиваемся мы так сказать практически ни на чем ах мой ярман сейчас зря конечно он не стал догонять моего ярмана ярмана с тремя лычками моя зажигалка свежезаработанная прикрывает отход ярмана клаудио мастерс построил стратегический центр развернул его бомбардировку и здесь я опять же драконом отгоняя всех кто подошел почему пехотный генерал от джармана в исполнении джармана боится одной зажигалки этого мне не понять непонятно мне это уничтожил бы все и пошел бы дальше я конечно нагнался за труповозкой они за ядерной установкой догнать у меня и не получилось в общем жил я тут большую часть игры на волоске вот второй черный рынок я купил его апгрейд до настоящего начинаю ставить черный рынок третий но три черных рынка конечно не сравняться я конечно не знал что тут так мало хакеров я думал их тут гораздо больше не сравняться три черных рынка с пехотными хакерами которые там качают деньги сумасшедшим тут я понимаю что вышло лотос потому что приближающегося какой-то техники я не видел которая может сканировать невидимых юнитов я понимаю что лотос вышла на поле боя и конечно же боюсь потерять ярмана так как у самого засветки нету лотоса выследить я не могу без помощи клаудио мастера он ударился в жесткое развитие мало того что у него его вышки качает так он еще и строит себе дроп зоны мало ему денег мало с одной стороны конечно его понять можно он уже наверное меня скинул со счетов что вышек нету толком играть я не могу он уже рассчитывает чисто на свои силы и так думаю поэтому уходит в экономику я тут как могу пытаясь мешать джармину вольготно себя чувствовать на просторах вне его базы конечно подставляю я подставляю своего ярмана куда-то трех лучковый ярмана стрелка непонятно патрон видимо не долетел потому что вряд ли он был перехвачен конечно непонятно вот этот выстрел был патрон у меня перезаряжается то есть второго то нету выстрела пока не перезарядиться техники подбитой не увидел вся техника ушла в освояси начиная строить фальшивый армс дилер продавец вот опять я понимаю что лотос меня сканирует опять я понимаю что нужно прятать ярмана потому что да как я и предполагал будут миги охотиться за моим ярмана ну и конечно же вот он решающий момент когда ярмана я не успел убрать клаудио мастер опять как всегда спит лотоса мог бы мне подсветить с командного центра америки но либо опыта ему не хватает чтобы подсветить взять из командного центра засветку и включить ее на всю территорию но и все конечно же все чего боялся джарман это моего невидимого юнита теперь нету и он спокойно теперь здесь гулять может ничего мне не помогает не моя зажигалка честно заработанная вымененная тут деньги валяются у кладио мастера я увидел слишком поздно когда я увидел здесь уже появился каркас новой постройки и кладио мастер конечно зря так сделал потому что деньги когда каркас на них ставишь не переходят владельцу каркаса не просто исчезает а тут все-таки как-никак деньги хоть сколько-то я мог бы взять и как-то на них жить до принимаю решение строить свои скады скадлаунчеры чтобы сдерживать дальнобойки пехотного генерала я все смотрю как эти деньги сейчас исчезут можно даже посмотреть что у кладио мастера вот непонятно появились деньги не появились непонятно общем я так например сколько раз так пробовал никогда деньги на мою кассу не зачислились ставлю моя кладио мастеру что у меня есть скадлаунчеры чтобы он обеспечил мне защиту и жду конечно мстителя зная что есть миги на китайской территории мне конечно же нужна защита мистителя пехотный генерал конечно на мой взгляд зря поставил себе интернет-центр ставлю я маяк где мне нужно прикрытие мстителя что я тут буду строить и выезжают мои скадлаунчеры эх 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 э подойти мститель все-таки их пугает ставлю я прошу передвинуть мстителя и все-таки один скотт лаунчер был уничтожен мигами плохо плохо конечно клаудио мастер отреагировал на мой маяк давайте немного перемотаем здесь идет просто уже психологическое воздействие и джарна сдается все всем спасибо конечно смотреть наверно было не так интересно как играть очень даже в напряжении игра шла денег не было надо было как-то отбиваться все всем спасибо до свидания удачи